Сегодня губернатор области Евгений Савченко и мэр Белграда Константин Полежаев совершили рабочую поездку по городу. Они посетили кондитерскую фабрику «Белогорье» и «Хладокомбинат», а также провели совещание с участием руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На встрече обсудили перспективы развития отрасли на территории белгородской агломерации. Подробности в сюжете. Лучше один раз увидеть, как живется перерабатывающая отрасль в современных реалиях, в каких условиях трудятся люди, какую продукцию они выпускают. Рабочую поездку по городу начали с экскурсии на кондитерскую фабрику «Белогорье». Это старейшее предприятие пищевой промышленности на территории областного центра. Численность сотрудников 900 человек. Средняя заработная плата – 28,5 тысяч рублей. Объем реализованной продукции за прошлый год приблизился к 2 миллиардам рублей. Генеральный директор предприятия показал руководителям города и области новую линию по производству печенья. На ней выпускают сэндвичи с шоколадным, сливочным или фруктовым вкусом. Начало года также нас удовлетворяет. Постараемся темпы не избавлять и выйти на определенный рубеж в 2017 году. У нас есть такие возможности, хотя мощности предприятия освоены 85-90%. Поэтому впереди еще мысли о дальнейшем развитии. Следующая остановка – Белгородский хладокомбинат. Предприятие выпускает более сотни наименований мороженого. Ежедневно с конвейера сходит 90 тонн сладкой продукции. В рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации оборудования здесь приобрели современную итальянскую линию по производству мороженого в вафельных стаканчиках и рожках. Здесь вы можете увидеть максимальную скорость – 16 тысяч штук в час. На текущий момент линия работает на 7 тысяч штук в час. Чтобы наращивать производство, необходим спрос и новые рынки сбыта. Как избежать рисков и побудить население покупать местные продукты питания? Этим вопросом задались участники рабочего совещания. Его провели в актовом зале хладокомбината. На встречу пригласили около 20 руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Генеральный директор компании «Шоколайф Плюс» депутат гурсовета Юрий Дьячков предложил запустить программу школьного туризма, которая включала бы экскурсии на предприятия, мастер-классы, организацию производственной практики. Таким образом, у производителя появится возможность воспитать лояльного покупателя. В этом направлении можно создать определенные программы, которые были бы интересны, где дети приезжали не только смотрели предприятия, а могли бы что-то сделать, произвести. И можно сделать не одноразовое посещение, а сделать какую-то программу на 5-10 посещений в течение длительного периода. Но самое основное, что когда ребенок придет на предприятие и может поработать, он расскажет родителям. Это тот человек, который будет жить в городской области, в дальнейшем будет лоялен. Евгений Савченко идею поддержал, отметив, что она может вырасти в отдельное бизнес-направление. Это интересно и это необходимо. Это очень важно, чтобы люди понимали, где создается общенародное благо. Оно создается не только в офисах, куда все стремятся, тем более не в московских офисах, оно создается вот здесь, на земле, в производственных цехах. Еще одна инициатива касалась создания торговых павильонов под общим брендом «Белгородский продукт». Местным производителям предлагается объединиться для реализации своей продукции. Такие павильоны будут привязаны к крупным торговым сетям. И выработать такие приложения, чтобы мы для сетей, может быть, вот этих тоже предоставляли. Ну, на одних условиях, а возле сети оставляли всегда место, может быть, на более льготных даже условиях для своих товаропроизводителей. Встреча проходила в форме конструктивного диалога. Каждый получил возможность рассказать о проблемах и достижениях своего предприятия. Сегодня на территории Белгородской агломерации деятельность ведут 206 крупных и средних предприятий пищевой промышленности. За прошлый год ими отгружено товаров на 27 миллиардов рублей. В этой отрасли заняты более 6 тысяч человек. Средняя заработная плата составляет 26 тысяч рублей в Белгороде и 23 тысячи в Белгородском районе. Такую статистику привел руководитель городского департамента эконом-развития Дмитрий Алдаев. В целях дальнейшего развития экономики Белгородской агломерации планируется направить усилия на стимулирование инвестиций и модернизацию технологической базы предприятий, техническое перевооружение существующих производств, развитие производств, направленных на импортозамещение, а также поддержку создания и развития инновационного бизнеса, создания благоприятных условий для развития новых высокотехнологичных производств. По итогам рабочего совещания решено подготовить протокол поручений и создать несколько рабочих групп для реализации наиболее перспективных идей. Ксения Семенова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.